А знали ли вы, что в США можно через Мексику попасть без визы легально? Этой возможностью только в 2019 году воспользовались более 5000 семей из стран Средней Азии, комментирует Игорь Нанакин, эксперт направления, специалист американской юридической компании Кристинский партнерс корпорейт, журналист, член Международной ассоциации журналистов. Ограничение въезда в США новых эмигрантов было одним из предвыборных обещаний президента Трампа. Он последовательно воплощает его в жизнь. Недавно было объявлено о намерении администрации Трампа сократить выдачу виз беременным женщинам, которые приезжали в США рожать. Сейчас для обычных граждан СНГ практически единственным способом получить возможность жить в США остается запрос политического убежища на мексикана-американской границе. Получить политическое убежище тоже стало сложнее. Однако этот способ стать обладателем грин-карты до сих пор остается самым реальным. Наибольшие шансы на получение политического убежища имеют люди, которых на родине притесняют по признаку расы, вероисповедания, национальной принадлежности, политических убеждений. Чтобы убедить иммиграционные власти США в том, что на родине угрожает опасность, нужно будет пройти несколько этапов. Первый. Подготовка кейса за искателя убежища. Это можно делать дома. Необходимо. Написание истории политического убеженца с описанием фактов преследований и притеснений. Подбор доказательств. Повестки из полиции. Судебные решения. Медицинские справки. Свидетельские показания. Видео и фотоматериалы. Статьи из СМИ. Данные о социально-политических условиях родной страны вынуждающие искать убежище в другом государстве. Все документы должны быть переведены на английский язык квалифицированным переводчиком. Второе. Вылет в Мексику и дорога до города, в котором есть пограничный переход со штатами. Переходы есть в Мехикале, Тихуа, Сьюдат-Хуаресе и нескольких других пограничных городах. Удобнее идти там, где персонал пограничного пункта менее загружен. Поэтому более лоялен. Об этом лучше проконсультироваться со специалистами еще перед вылетом в Мексику. Третье. Переход через границу и обращение к иммиграционным властям США с просьбой о политическом убежище. Заявлять о желании получить политическое убежище нужно при переходе границы. Как правило, на границе соискатели помещают детеншн-центр, он же иммиграционный лагерь. Там человек проходит первичные собеседования, заполняет анкету Ай-589. В зависимости от конкретной ситуации, власти принимают решение, может ли заявитель покинуть иммиграционный центр и на каких условиях. Под поручительство или залог. Важный момент – наличие надежного поручителя. И может быть гражданин США или человек, живущий в стране на основании грин-карт. Он должен иметь постоянную работу и место жительства. Без поручителя есть шанс просидеть в иммиграционном лагере несколько месяцев, вплоть до суда. 4. Прохождение собеседования с иммиграционными властями США. Задача иммиграционного офицера – понять, насколько честен претендент на убежище. Распространен прием, когда один и тот же вопрос задается в разных частях беседы в разной форме. Важно, чтобы ответы не противоречили друг другу. Поэтому психологическая подготовка к интервью очень важна. Опытный психолог может в этом сильно помочь. 5. Иммиграционный суд. Уже после выхода из иммиграционного лагеря наступает последний этап – иммиграционный суд. Там судья еще раз заслушивает все обстоятельства дела. Результат будет известен не сразу. Если он положительный, то человек получит документ, подтверждающий предоставление политического убежища. Он дает возможность легально жить и работать в США. Отказ можно обжаловать в течение месяца. Сроки рассмотрения дела. До 30 января 2018 года люди, подающие прошение об убежище, ждали вызов на интервью по 3-4 года. Последние изменения в процедуре рассмотрения дел уменьшили сроки ожидания до 21 дня. Однако в реальности сроки могут несколько растянуться. Если решение не принято на протяжении 150 дней, иностранец сможет подать прошение на разрешение на работу. Оно даст возможность оформить страховку ССН. Водительские права, айди штата. Шансы на получение убежища. Согласно неофициальной статистике, порядка 25% всех дел одобряется непосредственно на интервью. Около 80% оставшихся после первого слушания в суде. Если написана непротиворечивая история, хорошо подобрана доказательная база, и самое главное, на собеседовании кандидат не начал путаться, то шансы значительно увеличиваются. Получение политического убежища США через мексиканскую границу – задача нелегкая, но вполне реальная. При этом важно помнить, что в иммиграционной службе Соединенных Штатов работают офицеры, имеющие огромный опыт. Не стоит полагаться на везение в вопросе, где значение имеет каждая мелочь. Гораздо правильнее обратиться к специалистам. Это значительно повысит шансы на положительный исход дела. Понравился наш видеоролик? Ставьте лайк и напишите в комментариях, о чем вы хотели бы узнать подробнее.